МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мы рано или поздно сталкиваемся с государственной машиной, с бюрократическим аппаратом и вынуждены оформлять какие-то документы, справки и прочее-прочее. Ну, в общем-то, мало кто получает от этого истинное удовольствие. И вот в том числе я сподобился на минувшей неделе столкнуться с нашим цифровым государством. У меня заканчивается заграничный паспорт, и я решил его обновить. Потому что, ну, когда там остается несколько месяцев до его окончания, то, как бы, многие страны уже не впускают на территорию, потому что там есть определенные условия. Там полгода, как минимум, паспорт должен быть действителен. Я посмотрел на сайте госуслуг, как выглядит процесс оформления загранпаспорта, и выяснил, что без личного участия, без личной явки в учреждение никак не обойтись. Даже если ты там что-то там подал через госуслуги какое-то заявление, все равно нужно будет прийти, сфотографироваться, что-то там написать. Ну, и мне показалось, что, наверное, при нынешнем уровне цифровизации и автоматизации всего вот этого процесса правильно будет прийти в МФЦ и написать там необходимое заявление, сфотографироваться, и все будет хорошо. В общем, я отправился в МФЦ. Мне показалось удобным посетить одно из МФЦ, которое расположено в фирме Мир на проспекте Кевря 4. Я туда прибыл, народу было умеренно, подошел к стоечке, объяснил, зачем я пришел. Девушка выдала мне молча анкету. Ну, довольно обширная анкета с двух сторон. Я ее старательно заполнил ручкой. Ну, понимаете же, да, цифровой же Мир. Заполнил я это дело ручкой и передал девушке. Девушка молча ее осмотрела и спросила, а где второй экземпляр? Я говорю, ой, вы мне дали один. Девушка молча выдала мне второй экземпляр. Я отошел в сторонку, заполнил опять обе стороны этой пространной анкеты и опять принес девушке. девушка молча ее осмотрела и сказала, так, значит, вот здесь нельзя писать ноябрь 2011 года. Пишите 11.2011. Я молча кивнул. Так, вот здесь вы вышли за рамки. Я говорю, простите, за какие рамки? Вот видите, рамка. Вот здесь должно быть все в рамке. Дата там, буквы и прочее. Ну, я молча вернулся. Переписал заново оба заявления с двух сторон. Пришел к девушке и выдал ей снова эти два экземпляра. Она их молча, сосредоточенно прочитала и говорит, на вопрос, кем выдан паспорт, нужно отвечать в именительном падеже. Тут я уж совсем присел, потому что вопрос, кем выдал, выдан вон тем. Но, тем не менее, она настаивала. Я вернулся опять в сторонку. Дважды переписал снова эту анкету и опять пришел к девушке. То есть, это уже была третья итерация. Девушка посмотрела, покачала головой, выдала мне указание отправиться на фотографирование. В соседнем кабинетике быстро, оперативно, мгновенно, но за 500 рублей мне сделали три маленькие фотографии, с которыми я счастливо вернулся опять к девушке. Девушка выдала мне некий талончик и велела ждать своей очереди. Талончик на цифровой панели отражается, значит, очередь там номер ПО-82, тра-та-та. Я сижу, ну, недолго, минут 20 я сидел, вызывает меня к другой девушке. Я подхожу, сажусь, счастливый, у меня же все проверили, все замечательно. Другая девушка внимательно прочитала все мои анкеты и сказала, «А вы ее заполнили черной ручкой?» Я говорю, да. Девушка сказала, «Наверное, так нельзя». Я говорю, я не знаю. Может быть, можно, может, нельзя. Девушка ушла консультироваться к начальству. Ушла, была где-то там, значит, минуты 3-4, вернулась и говорит, «Нет, все переписывайте синей ручкой». Ну, сами понимаете, цифровой мир, государственные услуги. Помните, нам министр наших цифровых услуг все тут разливался, как все удобно и мгновенно. Я в четвертый раз переписал обе анкеты синей ручкой, которую любезно мне выдала эта девушка. Передал ей, она отсканировала мой паспорт, выдала мне квитанцию. Я, значит, пошел, оплатил за спиной, у меня стоял банкомат, который очень быстро, любезно принял от меня деньги и не забыл взять такую замечательную комиссию. Я возвращаюсь к девушке, отдаю ей квитанцию, отдаю эти два заявления, и девушка мне задает вдруг вопрос, «А у вас другой паспорт есть?» Я говорю, «Да, есть, он у меня заканчивается». Тогда нужно поставить галочку взамен существующего. Я похолодел, думаю, «Ну, сейчас все, мне опять в пятый раз переписывайте заявление в этом цифровом мире, значит, синей ручкой». Но девушка любезно у меня сама поставила галочку, улыбнулась, сказала, «Когда придете получать новый паспорт, не забудьте свой старый». На чем мы, собственно, счастливые и расстались, мне был назначен там ориентировочный день, когда будет готов паспорт, и я ушел. Но это не все. Через два-три дня мне раздается звонок. Значит, некая дама из миграционной службы, не представившись, сразу же сходу обвинила меня в сокрытии паспорта. Я говорю, «Что?» Голос мой дрожит, я волнуюсь, вдруг она сейчас розчерком пера лишит меня или гражданства, или права выезда за границу. Я говорю, «О чем?» «Что я совершил?» «Что я сокрыл?» Дама на довольно скверном русском языке объяснила мне, что нельзя иметь два паспорта. Я говорю, «Я и не намеревался». Я говорю, «У меня там имеется галочка, что взамен существующего». На что дама вскричала, «Какая еще галочка?» Но потом смутилась и сказала, «Вы должны принести паспорт в МФЦ, когда будете получать новый». Я говорю, «Я знаю, мне уже объяснили». И, собственно, я даже заволновавшись задал вопрос, «Может мне прийти что-нибудь переписать к вам в эту вашу чудесную миграционную службу?» Дама отрезала, что нет, и повесила трубку. Кстати говоря, запись этого разговора у меня имеется на всякий случай. Если что, у вас могут возникнуть вопросы, я имею в виду у миграционной службы, я могу это все подтвердить. Так вот, я здесь задаюсь вопросом. Первое, действительно, меня волнует то, чем закончится судьба моего нового заграничного паспорта. Не лишат ли меня гражданства, не сочтут ли меня злодеями-предателем Родины, потому что я не там поставил галочку, или я вышел за рамки. Вот это вот «Не выходите за рамки» нужно вообще сделать девизом МФЦ. То есть, прямо при входе должно быть большими буквами написано «Граждане, не выходите за рамки». Ну и про «Синюю ручку» тоже это очень интересно. Меня другое волнует. Вот мы тут громко заявляем, рассказываем обо всяких успехах, цифровизации, у нас все, значит, давно цифровизовано, госуслуги, тратата, везем кота, и, в общем, вот как-то так, да. А в итоге мы пять-шесть раз переписываем заявление в именительном падеже синей ручкой и не выходим за рамки. На все это уходят огромные государственные деньги. Все это время два или три человека трудились за государственный счет. А потом еще вот эта вот дама строгая, которая пыталась меня обвинить в сокрытии чего-то от кого-то, она еще потратила свое служебное время на то, чтобы мне позвонить. Вот это все, это пустые хлопоты. Это все не цифровизация, это все бред. Вот, когда в далеком 2012 году я учился в колледже государственного управления в Сингапуре, вот там как раз шла речь о том, что главная задача государства это исключить контакт человека и чиновника. Создать некие условия для того, чтобы у человека были возможности без контакта с чиновником осуществлять государственные функции. Вот к этому мы не пришли. Чуть позже, в 2017 году, мне удалось побывать в Министерстве цифрового управления в Таллине, в Эстонии, так они уже тогда полностью отказались от бумажного оборота в 2017 году. А у нас, простите, синяя ручка, пять раз переписанная анкета и еще, значит, там не попал в рамки, а еще, значит, попытка обвинить в сокрытии паспорта, о котором я заявил, поставив нужную галочку. Вот вам и вся цифровизация. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok